здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала по многочисленным просьбам сегодня делаю обзор своей коробочки управления питанием с имитатором сигналов датчиков коленвала распредвала давайте посмотрим снаружи из чего состоит эта коробочка значит это у нас включение и выключение общей энергии с коробки это включение и отключение имитатора сигналов датчиков здесь у нас стоит кнопочка включения и отключения сигналов напряжений 3 и 5 вольт бывает эталонка нужно здесь стоит энкодер для регулировки и выбора функций имитатора энкодер здесь стоит с датчиком холла с эффектом холла работать он идеально давайте сейчас мы подключим вот здесь вот такой вот штекер питания с направляющей стоит то есть кроме как так вы его больше никак не воткнуть давайте включим питание так сначала подадим напряжение сюда когда подано напряжение загорается красный светодиодик вот он так теперь давайте включаем вот загорелась кнопочка сама значит пошло уже питание на вот эти вот разъемы на блок управления двигателем постоянное питание отсюда и это уже пятнашка переменное питание точнее питание включение выключение не переменное напряжение просто переменное питание имею ввиду включить выключить здесь у нас включается непосредственно сам имитатор вот мы его включили и теперь энкодером мы можем выбирать все сигналы энкодер без кнопки я брал специально кнопку вывел сюда отдельно то есть энкодером выбираем функцию нажимаем кнопку и входим уже в режим даем обороты и имитатор у нас уже подает питание точнее сказать сигналы на блок управления двигателем какие нам необходимости вот еще раз нажимаем на кнопку и уже выходим из меню выбираем какие нам сигналы необходимы зависимости от того какой блок у нас лежит на столе также я сделал чтобы при включении общего питания сразу включался и имитатор и но отдельно его можно также выключить вот кнопочка вот это вот вот я про него говорю вот когда нажимаю горит зелененький сигнал зеленый светодиод вот он он выводит вот сюда вот напряжение 33 вольта и 5 вольт бывают эти напряжения нужны для проверки блоков либо для питания каких-то блоков если отказал внутри источник питания блока для проверки так давайте выключим и теперь можно посмотреть что у нас находится внутри многие спрашивают какая схема подключения и так далее так далее никакой в принципе схемы нет подключения вот мы снимаем заднюю крышку вот она вся схема тут все только провода значит смотрите разъема беди от разъема у нас идет коммуникация вот к этим выходным разъемом то есть кан шина к-лайн кан масса л-линия к линия в общем то и все здесь у меня стоит тогда еще не было вот такой вот платы чтобы проверять все сразу 4 катушки 4 форсунки здесь стоит форсунка настоящая за параллельно со светодиодом зеленым вот с этим вот и она действует как нагрузка настоящая то есть бывает что вроде светодиод мигает а когда подключаешь нагрузку пропадает то есть микросхемы бывают пробой дальше что здесь мы видим здесь мы видим два источника питания 5 вольт и 3 3 вольта то есть о чем я и говорил они выведены вот на эту маленькую на этот маленький разъем так что еще у нас здесь раньше когда не было еще g5 через скан мать и вот платка g5 стоит включается g5 также вот этим тумблером он написан g5 сейчас он уже не требуется на этой кнопке стоит терминатор 120 ом на камшину ну а на этой это автоматическое управление питанием здесь собран у нас вот на транзисторе вот на этом вот эта платка маленькая стоит управление питанием и вот так вот мы переключаем это мы замыкаем к и л-линию для чтения блоков рено это непосредственно сам имитатор сигналов датчиков там светодиоды стоят в общем ничего хитрого здесь нет здесь просто коммуникация никакой схемы как у меня просят схему нарисовать этой коробке никакой схемы здесь нет вот работа она просто коммутация и сейчас уже идет у меня нагрузочный модуль к ней значит здесь у меня было это форсунка катушка которая управляется плюсом катушка которая управляется минусом бензонасос и главное реле это я оставил бензонасос главное реле а катушки и форсунки перенес на нагрузочную плату вот сюда нагрузочная плата у нас состоит тоже там внутри эквиваленты нагрузок стоят на катушке то есть включаем эквивалент нагрузки резисторы стоят на 10 ом 10 ватные для того чтобы убедиться что искра действительно есть так давайте эту коробку тоже откроем снизу и посмотрим что же там там следующее это у нас тумблер коммутации положительные импульсы с блока или стоят релюшки эти реле идут у нас на форсунки то есть когда форсунки открываются релюхи щелкают вот такая коммутация сделана здесь опять же схемы никакой нету поскольку здесь все и так понятно вот нагрузочные резисторы эти стоят по 25 ватт думал по 10 они по 25 10 ом 25 ватт это на каждую катушку у нас в общем то вот такой нехитрый обзор моих приборов вы просили его сделать я его сделал всем всего самого наилучшего много интересной работы побольше хороших клиентов и самое главное крепкого крепкого здоровья